Этнографические куклы, настенное панно, половики. Выставка «Жили-были тканные вещи» открылась в центре ремесел «Резной палисад». Ее автор – мастерица из села имени Бабушкина Елена Сысоева, одна из победительниц международного фестиваля «Голос ремесел», прошедшего в этом году в Вологде. Экспонаты в деталях рассмотрела Мария Поздеева. Пояс на дощечках. Здесь его, конечно, нужно натянуть. При помощи дощечек они поворачиваются. Это ученический пояс. Пояс можно плести и при помощи вот такого кружка или набердышки, специальной деревянной дощечки. Все изделия получаются разные. И по ширине, и по орнаменту. Ткачеством Елена Сысоева увлеклась больше 10 лет назад. С каждым годом усложняла свои работы. Тканные половики, настенное панно, сарафаны, дольники. Я когда была маленькая, наблюдала, как это бабушка делала. Я все думала, зачем она ввечки какие-то вставляет, почему так много педалей у станка. Ну и вот, видимо, генетика сработала. И уже в своем зрелом возрасте я решила... Не то, что я решила, а просто работа меня заставила этим заниматься. Я в 2002 году стала директором Центра традиционной народной культуры. И буквально через два года у нас появился первый станок. На выставке представлены и работы бабушки. Этот половик, собственно, и есть тот экспонат, с которого ведется история ткачества в семье Сысоевых. Сегодня плетет и дочь Елены. Вот сделанный ею сарафан-дольник. Эти работы не раз отмечали на разного уровня конкурсах. Так в этом году на «Колосе ремесел» третий международный фестиваль Волокжанка заняла третье место в самой многочисленной номинации «Женские ремесла». Все, что она показывала в фестивальные дни, теперь можно разглядеть не спеша, всматриваясь в каждую деталь. Во-первых, это возможность тех людей, которые не успели что-то посмотреть на «Голосе ремесел», коль скоро станции у нас было очень много и посмотреть было, опять же, много чего. Здесь можно уже прийти и окунуться в работы конкретного мастера, посмотреть, пообщаться с ним, что большой плюс. Работать выставка будет до конца октября. Затем Волокжан ждет очередной отголосок Международного ремесленного форума. В выставке других победителей находится центр резной палисад на Засудемского, 5. Здесь не только расскажут об истории вологодского ремесла, но и продемонстрируют его в деталях.